Проблему другого человека, Аллах в это время решает вашу проблему. То есть, если мы хотим, чтобы Аллах нам помог в каком-то деле, если мы просим у него, то есть Аллах Всевышний и Пророк миром объясняет, что помогить другому человеку, в это время ты получишь помощь от Аллаха. Поэтому Аллах Всевышний говорит горе трем категориям людей. Первые, которые читают намаз для показухи. Те, которые читают намаз не вовремя и в неподобающем виде. И третье, Аллах Всевышний говорит горе тому, кто не помогает нуждающимся, хотя может помочь. 45 аят. Опять же, горе же тем, кто отрицает истину. В этой суре, уважаемый Джамагар, вот этот аят повторяется 10 раз. Мы знаем также сура Рахман. Там тоже повторяется. Это Аллах Всевышний усиливает и показывает нам действительно, что мы на это обратили внимание. В 46 аят Аллах уже обращается к грешникам. Ешьте и наслаждайтесь в этом мире немного, то есть короткое время. Ведь вы грешники. Вот в этом аяте очень глубокий смысл, уважаемый Джамагар. Во-первых, Аллах Всевышний показывает, что абсолютно всем, и грешникам, и верующим, и неверующим, и язычникам дает пропитание. Аллах Тааля в этом мире дает и богатство, дает и здоровье, дает и детей, дает возможность иметь большие красивые дома. Но это он дает и даже грешникам, и даже неверующим, но он говорит, короткое время наслаждайтесь. То есть Аллах Всевышний объясняет нам, что все вот эти наслаждения, они закончатся и придет им конец. Он предупреждает этих грешников, что это лишь временные ваши, временные ваши услады и наслаждения. Ешьте, пейте, но этому придет конец. И в 48-м аяте Аллах говорит, когда я им говорил, преклонитесь, они не преклоняются. То есть Аллах Всевышний повелевает читать намаз, совершать каям, руку, сожидать. Но эти люди отрицают, эти люди не преклоняются. И 49-й аят, опять же, последний 10-й раз в этой суре повторяется, «Вайлюй евма ивиль линь муказибин» – «Горе в тот день, отрицающим истину». И последний, заключительный 50-й аят, сур Аль-Мурсалят, говорит, «В какие же речи они после этого уверят?» Вот, уважаемый Джамагат, в этом мире очень много книг, и философских, и ученых, и конституции. Но ни одна книга, кроме Корана, не является 100% истинной. И ни одна книга, кроме Корана, не может разнести всю суть нашей души, нашего тела, и бытия этого мира, и будущего мира. Вот, Коран – это единственная книга, которая несет в себе 100% истинную, правильную информацию. Но, к сожалению, мы знаем, что не все в это верят. И пророк Мухаммад Алейхи Сарат Васрам сказал, «Ближе к Судному Дню люди будут верить лжи и отвергать истину». То есть, вот есть Коран, слово Аллах, но нет, они пойдут верить гадалке, колдуну, предсказателю. Вот он сказал, я ему верю. Понимаете? А то, что Аллах говорит, что никто, кроме Аллаха, не знает скрытое, нет, вот он же знает, вот ему я верю. Вот это ближе к Судному Дню будет массовое неверие в Коран и верить тому, кто нанесет ложь. Пусть Аллах, Субхану Тааля, сделает нас такими, которые уверовали в истину, придерживались этой истины и отвергали ложь. И пусть Аллах, Субхану Тааля, вознаградит нас в этом мире и в Ахирате. Валейкум ассалям, ва рахматуллахи, ва баракату. Пусть Аллах, Субхану Тааля, сухи, ва баракату. Субхану Тааля, сухи, ва баракату. Субхану Тааля, сухи. История, сухи. Продолжение следует...